Привет, ульки, мои красотульки-лапульки! У нас с вами опять косметическое видео, я без мейка, потому что мы сейчас будем с вами краситься. И я вам расскажу про новинки. Ну, не могу сказать, что прям это новинки-новинки. Я очень долго тестировала и пересмотрела кучу бьюти-блогеров, которые тоже рассказывали про эту косметику. И почему я их смотрела? Не потому, что у меня сложилось там какое-то двоякое мнение. У меня как раз-таки сложилось очень даже определенное мнение. Но говорить хорошо постоянно о косметике, некоторых это смущает, что это реклама или блогер нечестный. Но так произошло, что все, что я вам сегодня покажу, абсолютно все просто крутейшее. И поскольку другие девчонки тоже разделяют мое мнение, я без зазрения совести сейчас покажу вам классный мейк с офигенными продуктами. И я даже скажу, что это одни из лучших продуктов этого года марки Catrice. И на повестке дня у нас, девчули, тональный крем, который хвалят абсолютно все. Причем девчонки не только сухой, нормальный, но и с жирной кожей. Называется это прелесть True Skin Longwear. Также у нас сегодня будет этой же линейки консилер. Компактная пудра, которая подошла даже моей суперсухой коже. Муртен Глоу Хайлайтер. Палеточка теней. Брау Дефайнер. Это у нас такой фломастер для бровей. Также два продукта для губ. И очень классный спрей фиксирующий для макияжа. О, и чуть не забыла их новый водостойкий праймер для теней. Итак, у нас на повестке дня очень крутой тональный крем. У меня здесь 0,4 оттенок. Natural Personal 004. Это очень-очень жидкая тональная основа. Ее нужно обязательно перемешивать, потому что компоненты немножко расслаиваются. Это у нас полуматовая тональная основа, которая должна держаться довольно долго. Она держится на моей коже очень долго. 10 часов она держалась вообще прям на ура. И эта тональная основа, хоть и полуматовая, но она имеет в себе еще увлажняющие компоненты, что немаловажно, особенно для сухой, нормальной, да даже и комбинированной кожи. Упаковка у нас стеклянная. И люблю я ее наносить спонжем. Почему спонжем? Потому что на моей коже жидкие тональные основы, они лучше распределяются именно спонжем. Кисть мне не очень нравится. Как ни странно, 0,4 оттенок. Она у нас очень-очень текучая. 0,4 оттенок. Не могу сказать, что подойдет темненьким. Нет, это довольно светлый оттенок, как видите. Но при распределении он неплохо подстраивается под тон. Имеет, между прочим, довольно среднюю плотность покрытия. Эта тональная основа хорошо перекрывает покраснение. Вот у меня заметные красные пятна вообще по всему лицу. И сейчас этого всего видно не будет. Кстати, тональная основа очень быстро фиксируется, поэтому сразу наносить ее на все лицо не стоит. Нужно дозированно, так сказать, наносить, чтобы потом ее было легко растушевать. И, кстати, спонж, хоть он ее и впитывает, но практически полностью ее отдает. И эта тональная основа очень похожа, прям очень-очень похожа с тональной основой от Эвелайн. Вот это Liquid Control, только вот Liquid Control прям подсушивает. А эта тональная основа, она не такая сушащая для сухой кожи. Только часа через 4, ну 3-4 появится там какой-нибудь жирный блеск. И эту тональную основу даже не обязательно припудривать. И, как видите, у нее плотность прям прекрасная. У меня не видно вообще, мне кажется, никаких несовершенств. Абсолютно все перекрывает. И эта 0,4 оттенок очень даже светленький. И, кстати, очень-очень рекомендую ее наносить на какой-то увлажняющий праймер, либо увлажняющий крем. Почему? Потому что, поскольку у нее полуматовый финиш, она имеет свойство подчеркивать немножко морщинки. Но не критично, если нанести нормальный праймер, либо увлажняющий крем, то таких проблем, в общем-то, возникнуть не должно. Я не могу сказать, что эту тональную основу особо видно на лице, видно цвет. Но саму текстуру тональной основы на лице не видно. Так что я вам очень рекомендую ее попробовать. Вы, кстати, можете прийти в подружку или еще куда-нибудь, где представлена косметика Катрис. Я, правда, кроме подружки нигде больше не видела вроде. Так вот, вы можете взять себе маленькую баночку и в тестере накапать себе этой тональной основы, чтобы ее протестировать дома, посмотреть, походить, как, чего, куда, понравится она вам или нет. Но эта тональная основа покорит не одно сердце тех девчонок, которые ее должны попробовать. Далее у нас с вами консилер. Консилер у нас называется True Skin, также это линейка. Он у нас водостойкий, но еще, немаловажно, он веганский. То есть веганы могут абсолютно без проблем купить себе этот консилер и радоваться жизни. Так вот, он у нас, не могу сказать, что он плотный, и я не могу его сравнить с камуфляжем, потому что это немного разные консилеры. Он не такой плотный, как камуфляж. Он более податливый, он даже подходит под глаза, потому что у меня он пока не подчеркнул морщинки. У меня, кстати, 0,10 оттенок, кул кашемир, холодный кашемир, и я не могу сказать, что это прям светлый консилер. Это довольно темный консилер. Но при нанесении, я даже не знаю, мне сейчас ничего перекрывать его, в общем-то, не надо, но я его покажу просто в действии. У него очень приятная текстура. Этот консилер... Вообще, в последнее время все консилеры подстраиваются под тон кожи. Этот консилер отлично перекрывает синяки под глазами, отлично перекрывает покраснение. Его, кстати, можно наслаивать, и он как спонжем, в общем-то, хорошо распределяется, так и пальцами. Но для меня самый главный критерий того, что он мне, капец, как понравился, это то, что когда его наносишь на такие участки, как вот здесь, под глазками, чуть выше, куда мы наносим хайлайтер, у меня очень часто здесь высыпания бывают, и текстурность кожи, она очень ярко выражена. Этот консилер, когда его наносишь, распределяешь, он как будто, знаете, корова слезывает, и ровная-ровная поверхность, и абсолютно не видно текстуры кожи. Да, и если у вас очень расширенные поры, например, вы наносите этот консилер, вбиваете его, и получается абсолютно-абсолютно ровная поверхность кожи. Это немаловажно, это прям, я бы даже сказала, самое главное для этого консилера. Если бы Catrice создали такую тональную основу, это было бы просто вообще великолепно, то есть вроде бы плотность текстуры не такая уж и плотная, но в то же время отличное перекрытие и разглаживание рельефа кожи, пусть и даже визуальное. Так что не бойтесь его пробовать, он действительно очень классный, он не сушит кожу под глазами, он вообще ничего не сушит, наоборот, мне кажется, он даже дополнительно как-то увлажняет. Далее у нас Poreless Perfection Powder. Это вот такая пудра, которая имеет тоже, я бы не сказала, что самый светлый оттенок, я бы даже сказала, что она довольно темная. Но она реально подстраивается под цвет, она очень легкая, она не сушит кожу, она отлично фиксирует тональную основу. И у меня, кстати, 0,10 оттенок, как я понимаю, это самый светлый. У нее очень шелковистая такая текстура, пудра легкая, она очень мягкая, но и что немаловажно, она не содержит силиконы. Она дарит матовый финиш, девчонки с жирной кожей ее очень оценят. И плюс она, знаете, делает лицо такое, как заблюренное, что ли. Она, кстати, не летучая, можно спокойно тут юлозить и вот так вот вокруг разлетаться ничего не будет. Может быть, за счет вот такой формулы как раз таки и получается, что нет большого слоя, то есть пудру эту не видно на лице, она очень легкая и не утяжеляет абсолютно никак тональную основу, консилер и вообще не утяжеляет макияж. А дарит такую, знаете, вуаль, которая удерживает тональную основу и не дает жирному блеску быстро появиться. Так что, девчонки, с жирной комбинированной кожей очень рекомендую присмотреться к этой красавице. Я уже сделала скульптурирование и немножко добавила бронзера, поскольку у нас в тенюшке сегодня будет как раз таки золото с бронзой. И надо дооформить лицо, то есть взять высветление, мое любимое, хайлайтер. Скажу так, этот хайлайтер самый лучший продукт в этом году у Катрис. У него, кстати, небольшой объем. И, чтобы вы понимали, у меня уже практически не видно этих цветочков, которые там внутри, они были очень так серьезно выбиты. Почти каждый день пользовалась этим хайлайтером, потому что он мне очень нравится. Те, кто меня давно знают, знают, что я обожаю вот эту лимитку у Катрис, которая была. Это мой один из самых любимых хайлайтеров. Я не знаю, он, наверное, никогда не закончится. И вот второй, который я просто обожаю. И самое интересное, эту красоту можно наслаивать, можно прям сделать, ого-го, какое сияние, можно зашлифовать. А можно нанести очень аккуратно и будет такое сияние, как будто здоровая кожа. Этот хайлайтер вообще не пылит. И когда его наносишь, он, кстати, наносится отлично и натуральной кистью, и синтетической. Как видите, сияние получается очень-очень деликатное. И за что мне понравился этот хайлайтер больше всего, это то, что он не подчеркивает практически, вообще не подчеркивает текстуру моей кожи. Он, наоборот, своими частичками этими блестящими, он, наоборот, как будто бы рассеивает вот эту вот всю текстурность. Мне очень нравится, как это все выглядит. Можно, конечно, очень сильно все это нанести, зашлифовать, но так смотрится, во-первых, очень натурально. Во-вторых, деликатно и очень-очень гармонично. У меня 0,20 оттенок, называется Supreme Rose. И у нас ультрамягкая пудровая текстура, тонко ложится на кожу, создавая гладкие, насыщенные блики. Абсолютно согласна с описанием. И если вы хотели классный хайлайтер, то его я могу рекомендовать вообще без зазрения совести, потому что это один из самых моих любимых сейчас продуктов. Ну, я тестирую еще кое-что из новинок бюджетных, но если я куда-то выхожу, вот у меня рука тянется либо к этому хайлайтеру, либо к лимитке от Catrice. И получается эффект такой, знаете, холеной кожи. Ну, а теперь можно все это зафиксировать. Итак, я люблю катрисовские все спреи, у меня они есть, были, я их сколько раз уже заканчивала, пробую новые, мне все нравится. И они выпустили в этом году спрей фиксирующий с мерцающими частичками, причем здесь нет крупных частичек, наоборот, это очень-очень такие сияшки, которые дарят сияние. И очень-очень хорошо подойдут возрастной коже, потому что рассеивают цвет и морщинок практически не видно. Это очень красиво. А еще я обожаю их распылители, потому что это самый классный, кстати, распылитель у Catrice. Это такая легкая вуаль, равномерное нанесение на все лицо, и мне достаточно трех пшиков. Раз, два, три, все. И получается очень-очень деликатное сияние на лице. И если вы не хотите супер матовую кожу, а наоборот хотите небольшое сияние добавить, то этот спрей, называется он Shake Fix Glow Spray, этот спрей отлично вам подойдет. Он, кстати, у нас с увлажняющими компонентами, то есть это увлажняющий спрей, и здесь у нас экстракт цветка кактуса и ананаса. Продлевает стойкость макияжа, свежает кожу и создает эффект внутреннего освещения за счет деликатных частиц. Абсолютно согласна, и когда он у меня закончится, я даже не буду ждать, пока он закончится, я просто пойду в магазин и куплю себе еще одну упаковку, потому что это супер крутой спрей. Продолжаем мейк, и у меня в руках штука, которая понравится всем девчонкам, у кого светлые брови. И сейчас объясню почему. У меня, кстати, оттенок не совсем темный, Ash Brown 040, и мне кажется, он подойдет больше девчонкам с русыми волосами и, может, даже блондинкам. Но я им тоже с удовольствием пользуюсь. Это у нас такой маркер, здесь, кстати, кисточка на конце, и это такой красивый оттенок, такой, знаете, он коричнево-тауповый. Здесь у нас очень упругая синтетическая кисть, и наносить продукт очень легко. Легко его распределять, легко дозировать. Это, знаете, такая мокренькая кисточка, ей можно нарисовать волоски, но также полностью заполнить всю-всю бровь. Я бы даже сказала, что это эффект татуажа немножко. Почему? Потому что, когда смываешь макияж, брови остаются накрашены, кожа окрашивается. Это вот прям тату-маркер, но в то же время этот тату-маркер не выглядит вульгарно, он, знаете, как будто окрасил брови. Я, кстати, в процессе нанесения этот маркер всё равно щёткой вычесываю, чтобы не было чётких линий. И получаются очень даже красивые брови. Девчонки, у кого нет волосков, он отлично рисует меленькие волосочки своей кисточкой. Можно нарисовать как крупные, так и очень-очень меленькие волоски. Поэтому, если вы планируете долго ходить, да плюс ещё и в дождь, в снег, или, например, вы планируете поплавать в бассейне, этот маркер очень-очень вас выручит. Ну вот, красотуля. Останется только фиксануть всё это гелем для бровей, и можно ходить до завтрашнего дня. Ах, да. И этот маркер очень-очень оценят девчонки, у кого не такие густые брови, очень часто проплешинки. Знаете, когда вот красишь карандашом, и вроде красишь, красишь. Я, кстати, одна из таких. Красишь и не можешь заполнить этот пробел. Тебе приходится накладывать, накладывать, наслаивать этот карандаш, и особо не вычесывать его. Почему? Да потому что, блин, проплешину видно. С этим маркером этой проблемы нет. То есть, заполнить, как бы сказать, невидимой вуалью этот пробел вообще без проблем. Я, кстати, оценила, люблю теперь любовной любовью. Все мои девчонки, кто меня давно смотрит, вы знаете, я люблю праймер для тенюшек от Catrice. И у меня он закончился, я пользовалась Essence, и также у меня появился от Stellar, и Catrice выпустили новый праймер. Водостойкий праймер для теней. У него такая классная упаковка. Во-первых, она большая, и даже имеет оттенок 0,10, у меня матовая роза. Немного напоминает консилер, но при распределении он становится просто прозрачным абсолютно. И у него такая текстура, вот если сравнивать с другими праймерами водостойкими, они все-таки, знаете, шелковисты. И у этого она такая, знаете, как гелеобразная, и очень-очень быстро фиксируется, и века приобретает просто такую текстуру, знаете, как бумага лакмусовая такая, знаете, она... Ну, кто ее трогал, вы меня поймете. И века готова к нанесению вообще любых теней. Мало того, что все прекрасно наносится и тушуется на этом праймере, так еще и очень-очень долго держится. Я провела эксперимент, я накрасилась тенюшками, кстати, катрисовскими, вместе с этим праймером, и, каюсь, я уснула с тенями на глазах. Если кому интересно, я остальное лицо смыла, и вот оставила только тени на глазах. И что вы думаете, я сплю вообще беспокойно, могу ворочаться лицом в подушку там часто, это вообще для меня не проблема. Я проснулась, и мои тени остались на месте. Может, менее интенсивно как-то я была накрашена, но все равно это был носибельный макияж, то есть я могла проснуться, просто встать и пойти куда-нибудь уже накрашенная. Здесь почти 3 мл продукта, это просто за глаза. Я даже не знаю, смогу ли я использовать его до конца срока годности. У него, кстати, большой срок годности, 3 года. Мне, в общем-то, не хочется брать другие праймеры для теней, потому что этот, во-первых, очень комфортный для века. Он его не сушит, несмотря на то, что он водостойкий. Распределяется быстро в тонкую пленочку, которая быстренько фиксируется. Ну и переходим к их новой палетке. Вот такая у них вышла палеточка. И здесь у нас новая формула. Не содержит микропластика, а также подойдет веганам, потому что не содержит вообще никаких продуктов животного происхождения. Ну, многие это оценят, на самом деле. Сейчас все больше и больше тенденция вегетарианства и веганства. Качество теней мне очень понравилось. Здесь прикольная палитра для ежедневного, а также для вечернего макияжа. Посмотрите, какая красотуля. Кто смотрел разбор моей косметики, где-нибудь здесь ссылочку оставлю, вы заметили, что все тени от Катрис я все оставила, потому что я их люблю. Они крутые, бюджетные, хорошо тушуются, носятся. И палитра мне вся у Катрис нравится. Здесь у нас 4 матовых оттенка и 3 таких сатиновых, немного металлизированных. Вот, если набирать их, вы видите, какая пигментация классная. И вообще не заметила, чтобы тени бюджетных компаний в последнее время как-то не радовали пигментации. Все очень круто. И, кстати, по поводу черного оттенка. Он не черный, он такой, знаете, сероватый. Сероватый и не очень яркий. Хотя на мокрую кисточку, если она наносила стрелочку, будет очень даже симпатично. И вот, что я говорила про маркер для бровей. Вот я сняла его с руки мицеллярной водой. Вы видите, у меня осталась татуировочка небольшая. Возьму базовый оттенок, бежевый, светло-бежевый. Кстати, эти тени очень сильно пылят. Но это, наверное, единственный их минус. И нанесу абсолютно на все века. Вот этот рыженький оттенок я нанесу в складку. И растушую в кошечку. Надо стряхивать регулярно, иначе все посыпется под глаза. Наношу в складку этот оттенок. Девчонки, которые любят рыжие-красные макияжи, золотые. Вот вы прямо оцените эту палитру. Вот этот третий оттенок, такой, он, знаете, немного коричнево-кирпичный. Я нанесу на нижнее веко. И вы знаете, тени прям матовые-матовые. Наносятся равномерно. То есть, я могу поставить цвет и растушевать его в равномерную дымку. Следующий оттенок, это такой, знаете, я даже не знаю, как зеленая бронза. Металлизированный оттенок я нанесу в уголочек глаза, затемню. И, кстати, причем не важно, какие оттенки, вот эти вот металлизированные, либо матовые, сыпятся они одинаково. Оттенок довольно интенсивный. Аккуратненько завожу его в складочку и тушую в кота, к брови. А то кошечка, кошечка. Надо вас поближе придвинуть. Посмотрите, какой красивый эффект получается. Очень аккуратно выделила и вытянула глаз. А также вот этот красный оттенок я добавлю чуть-чуть в складочку верхнего века сюда. И растушую немного темный, придам ему яркость оттенка. И вот что тут не хватает? Конечно же, сияние. Я возьму вот этот золотой. Он такой красивый. Он просто с ног сшибательный. И нанесу его на подвижное веко. Возьму плоскую кисточку. Плоская кисточка наносится очень даже неплохо. Набирается тоже. И наношу вот сюда. Не захожу в уголок внутренний, а наношу только, знаете, на серединку. Тушую чуть-чуть. И сразу получается очень красивое сияние. Ну и здесь есть очень красивый оттенок. Он такой прям, знаете, жемчужинка. Я добавлю себе во внутренний уголок глаза. Поставлю, так сказать, еще один акцент. Мне сейчас очень нравится выделять внутренний уголок. И чем ярче оттенок теней, ну в плане свечения, тем лучше. Завожу этот оттенок обязательно еще и на нижнее веко. На самом деле, такой трюк делают практически все визажисты, когда делают вечерние, праздничные или свадебные макияжи. А я подумала, почему я не могу это использовать в повседневной жизни. Мне это очень нравится. Это выделяет глаза, открывает их, делает их больше. И я думаю, что этот макияж очень даже сделал мои глаза как шире. Я же узкоглазая, я женщина. А с таким макияжем у меня получились такие большие красивые глаза. Ну и вот эта палетка сделала свое дело. На самом деле, с таким мейком можно, ну на свидание не знаю. На первое точно не надо с таким макияжем идти. А вот куда-то на праздник, на свадьбе, даже замуж можно с таким макияжем выйти. Палетка очень сильно порадовала, действительно достойная. Так что, девчонки, присмотритесь к их вот этим вот красавицам. У них есть разные оттенки. У меня, кстати, оттенок 0,10. In Spirit by Natural. Очень крутая. Ну и последние два продукта. Это у нас продукты для губ. И самое интересное, что это не блеск для губ, это бальзам. И у меня очень часто спрашивали, когда я была в видео, Таня, что у тебя на губах? Да, вот он. Это у нас 0,60 оттенок Sparkling Dragon Fruit. Здесь у нас и гиалуроновая кислота, и витамин Е, и масло ши, и зеленый чай-экстракты, и ягоды Годжи. Короче, сюда понасували всего, чего только можно, чтобы губы были красивые. Он практически ничем не пахнет. Я бы даже сказал, вообще практически ничем. То есть, нет какого-то навязчивого очень аромата. Это полупрозрачный бальзам, который имеет оттенок. Это абсолютно не липкая текстура. Это как масло для губ, только оно не текучее, не растекается за контур губ и имеет оттеночек. И имея этот бальзам в сумочке, вы, во-первых, не будете переживать за то, что ваши губы там обветрятся, будут сохнуть. Ну, еще и придадите им оттенок, и будете ходить свеженькой такой. А еще, если добавить под него такие же румяшки, то вообще будет свежо, хорошо. Реснички накрасил, бровки и пошел. Очень красиво, очень комфортно, очень удобно. И здесь есть небольшой шиммер, который зрительно увеличивает объем губ. Бальзамчик, конечно, хорошо, но они создали еще один продукт, называется Volumizing Lip Booster. Это бустер для губ, который имеет в себе ментол. Ментол, да? Да. И он, благодаря ментолу, немножко увеличивает губы. И у меня оттенок, кстати, 130-й. Sucker for Rose. Тоже все розовое. Очень удобный аппликатор. И это тоже не очень плотная текстура. Я бы даже сказала, похож тоже на масло, но немного ближе к блеску для губ. Без липкости. И пока его наносишь, уже чувствуешь ментол. Я не могу сказать, что это плампинг. Прошлая коллекция была с плампингом для губ. И это как бы ощущалось. Максимайзер, мультимайзер, по-моему, назывался. И это покалывание там прям ощущалось. А здесь очень легкий холодок. Но в процессе носки этого бустера ты понимаешь, что твои губы чуть-чуточку увеличиваются. Но скажу так, в холодную погоду ходить с ним невозможно. Потому что когда мороз на улице, еще у вас покалывают губы от ментола. Это не очень приятное такое ощущение. Но я думаю, что весной и летом это будет прям кайф. Так что обратите внимание на эту красоту. Так что я могу сказать? С этим макияжем я могу проходить целый день. И еще пойти куда-нибудь в клубец, в кафешку, в ресторан куда-нибудь. В киношку вечером. Оттанцевать полночи. И я знаю, что с моим макияжем ничего не случится. У меня будет все так же красиво на месте. Так что эта новая коллекция от Catrice заслуживает всяческих похвал. Молодцы, постарались. Мне все очень понравилось. Все, абсолютно все продукты я оставляю у себя в косметическом моем столе. И буду ими с огромным удовольствием пользоваться. Чего я вам советую, чтобы иметь красивый и долгоиграющий макияж. Обратите внимание на всю их коллекцию, которая вышла. Я надеюсь, это видео было для вас очень полезным. Ну и немножечко интересным. Не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы уже пробовали из этой коллекции. И что вам понравилось. А может что-то не понравилось. Но я надеюсь, что всем все понравилось. А на этом я с вами прощаюсь. Всех целую. Всем пока.